сегодня у нас поездка к бабушке и чем мы взяли сейчас покажу немножечко уже можно сказать что время не постное здесь сладкий подарок бабушки не тоже как дети а так всякие сгущенка иван чай хорошие чаев специального деле рыба несколько видов сыра масло сливочное хорошее консервы какие сахар никогда не будет лишним сметана сметана ну так вот примерно так вот это что это тоже баночка с чем-то соль такая специфическая это откладываем следующие для себя смотрю потому что я сам в нирване вчера был когда это все мы собирали что-то таки тяжко все масло подсолнечное хорошие рис мука забыл как называется по-русски мука горбуша еще масло тоже такое хорошее макароны каша рис так что еще сказал крупы всегда нужны а вот пшено что-то еще какая-то крупа так не буду разбирать принцип понятен здесь что мы взяли вот эта рыба дорогая какая-то нет ни мучача ничего че муксун что ли ну в общем хорошая рыба дорогая с не в каждом магазине такая есть соленая замороженная утка потому что ну как на рождество без утки сосиски никогда не будут лишними раз сосиски два сосиски ветчина вот такой вот у нас пакет бабушки мы везем наши церковной одной из а что касается второй бабушки то по второй бабушке сейчас расскажу это реальное кино обо всем и к бабушке который мы сейчас едем я сейчас вернусь расскажу всю эту ситуацию насколько это можно рассказывать потому что мы и держим так инкогнито даже не называем не имени ничего потому что дочери там рядом и чтобы мне было неприятно у нас не было разборок потому что уже такой прецедент был вот но так как дочери сами нуждаются бедно они живут и у всех семьи и те семьи бедно живут то мама иногда остается без еды но тут мы приходим на помощь с вашей друзья помощью тоже вот ну завтра будет рождественский сочельник и мы не закадает видео выйдет когда его смонтируем общем 7 в рождестве сочельника 5 мы едем с вот этой едой чтобы она в рождество не осталась без еды бабушка молитвенница немножечко значит пару слов отступим есть еще у нас другая бабушка молитвенница тоже которую мы пока как-то назвать то не игнори но пока не ездим туда потому что ситуация там сложная если я и через настоятеля буду передавать и говорить что я передаю но и тяжело носить вот она тяжело ходит и так далее там есть куча трудностей он настоятелю мясо там я не передам там она там что-то любит допустим соседка все равно увидит это и так далее там подобное тут конечно каждый кузнец своего счастья кузнец своего счастья но там есть свои проблемы и я не знаю как подступиться чтобы с одной стороны ее не оставить а с другой стороны у меня публичный проект и я не могу так вот ничего вообще не говорить изначально мы застрял что изначально мы вообще эту бабушку брали чтобы показывать и настоятель как раз для этого ее рекомендовал в общем пока она молчит и я молчу мне почему-то казалось что я это все в тягости но не знаю будем искать каких-то других других людей я только одно хочу сказать про вот эту соседку которая издевается над ней был же мужик который издевался над отцом николаем причем не старый чуть старше меня он не старый он над ним издевался там про этот дом но это старая история не хочу ее поднимать царство небес на этом мужику отец николаевской доброго здравия мужика то нет уже поиздевался поиздевался сильный и крепкий этот бог пришел своей рукой рассудил я не знаю может не за этот грех может за что-то другую как-то по-другому божье проведение работает промысл но мужика то нет уже отец николай но насколько вот разведка доносит вроде бы жив-здоров слава богу я не общаюсь с ним и не навожу справки после определенных обстоятельств но я не хочу говорить что отец николай плохой и вот этот его подвиг отшельничество вот эти его страхи к и пересматривался просто сюжеты первые вот эти про него телекухню свою который есть плейлисте телекухня можете посмотреть второй выпуск там про него есть я это все пересматривал и думаю но все-таки у него есть из все как у любого человека у него сочетается и подвиг какой-то отшельничество и молитвы и старший уже маразм в котором уже не от отрешенность от настоящего и то и другое сочетается я не могу общаться не потому что мне обида есть объективные причины потому что у меня обвиняет он уверился в мысли что там ему враги и так далее ну чё я буду навязываться вот а вообще так это ситуация очень непростая жизненная я без злобы за него молюсь а он молится или нет за нас это его дело так вот то что с обидчиком отца николая случилось как бы не случилось с кем-нибудь кто обижает вот эту бабушку просто хочу сказать одно но пока она помощи не просит я уверен что настоятель если у нее какие-то нужды есть он ей не даст бедствовать вот мы будем искать других людей сегодня попала мне реклама два раз сегодня попали попала реклама поможите кто чем можете чем она мне так сказать нельзя сказать не понравилось вызвало подозрение вот я прям смотрел погоду и в погоде прям приходит помогите нашему детскому приюту имени не буду говорить какой святой я кстати уже не помню какой не столь важно помогите нашему детскому приюту кто чем можете отлично сделан сайт просто ну конфетка как сделан сайт там документы все кнопочка на что пойдут ваши пожертвования а если я пожертвовал один раз будут ли буду ли я жертва то есть вот такой клепарт вопросов сделал фак как он называет вопросов отлично сделан сайт игла фотки детей там маша 6 лет нужно ей дур тоже нужна помощь там алина 12 лет прям фотки детей думали какие беспардонные люди прям фотки детей в этой рекламе стоят в нашем приюте там помогите нашим деткам вот мы уже сталкивались с одним приютом тоже в московской области кстати я пытался по всем телефонам несколько раз в разное время суток дозвониться которые там стоят что вы думаете ни один телефон не ответил то есть я хотел бы зачем нам это присылаете где вы в базе нашли наши данные там на медиа-центр они приходят ну поговорить вообще какая помощь вам нужна они там написали слезно как им помощь нужна значит опять фотки детей там и ну в общем такой цель прокладка это называется сайт прокладка вот не совсем бизнес но некоторые делают бизнес но я просто хотел поговорить куратор проекта такая-то священник такой-то я священнику на сотовой и куратору проекта на сотовой и днем и вечером и утром и ни один не взял трубку и не перезвонил потом у меня вопрос возникает а вообще существует ли такой приют там в комментариях пишут да существует такой брит а это вообще приют прислал вот это письмо рассылает опять прислал потом опять прислал регулярно шлютно или кто-то другой под видом приюта присылает в общем очень много вопросов возникает к таким требующим требующим по кричащим о помощи и прикрывающимся детьми проектах очень много вопросов я не хочу никого обидеть с одной стороны а вдруг правда нужна помощь но мне кажется когда человек действительно нужна помощь он умирает и голодает он не будет об этом кричать но по крайней мере я не кричал мы тихо-тихо сопели и уповали на бога когда там кто-то раз привез кусок мяса нифига себе нам жрать нечего было там голодали о да мы из этого мяса наготовили там потом ели неделю а потом еще кто-то помог еще кто-то ну как вот так вот кричать активно близкому другу может я могу сказать у меня есть такой друг это я стараюсь его не беспокоить у него своя семья большая уже но совсем когда критической а так что вот где-то в интернете крикнуть помогите нам то чем можете но я по себе знаю что я бы не стал и вот я ищу людей которым надо действительно помочь которые стесняются и боятся об этом об этом крик но еще и к сам потому что иногда приходит в комментарии иногда приходят в телеграм люди которые я требую помощи там я живу там-то мне очень плохо задаешь человеку простые вопросы на идентификацию есть как бы схема простых вопросов как человека вывести как бы действительно не нужна помощь или он придуривший человек не отвечает сутки двое трое с тем помочь нужна ты все удочки контролирую который бы закинул а если сутки двое-трое не отвечаешь просто на простой вопрос вы из какого региона простой вопрос человек не отвечает ну значит может ему не так помощь нужна либо он так занят чем то что помощи он меньше ожидает чем чего-то другого поэтому такие affiliate но сегодня опять же в группу там один пишите я инвалид, мне нужна помощь на реабилитацию, документы. Я никак не могу сказать, что я не могу в ВК выложить такое сообщение, потому что группу закроют. Есть определенные правила, по которым в ВК можно выкладывать такие вещи. Ну, в общем, это отдельная тема. Всегда, понимаете, друзья, а вдруг он правда инвалид? А вдруг нуждается? А вдруг я мог оказать ему помощь и прошел мимо? Меня все время сомнение терзает. Но я считаю, что я должен по своему правилу действовать, который я для себя вывел. Я всегда этих людей ищу сам. Я всегда их пытаюсь сам проверить. И я стараюсь оказывать посильную помощь. А я пока мелочь. Еще я продукты могу привезти. Мне бы хотелось им дарить машины, трактора или как все из-за металла, копа. Канал Миллионник. У него канал Миллионник. Вот там в детский дом маты привозят, там стиральные машинки. Но Миллионник и Стотысячник канал это разные доходы. Вообще совершенно разные. Поэтому я бы тоже хотел, как он в хорошем смысле. Не то, что я ему завидую. В хорошем смысле я добрым словом о нем отзываюсь. Но у меня пока не такие возможности, к сожалению. Но надеюсь, с вашей помощью, может быть, мы и до этого дойдем. Будем помогать. Но мне всегда хочется видеть реальных людей, не показывать их. Потому что другие каналы показывают. Лыжи купили девочки, показывают там. Не буду называть каналы известные, которые занимаются благотворительностью. Показывают людей, детей. И, в общем, в этом концепция. Я вот не показываю. Не могу показать. Я считаю, я не имею права обижать этих людей, внедряться в их жизнь. И, ну, тем самым, может быть, позорить их. Кто-то им пальцем будет показывать на них в школе на этого ребенка. Ой, тебе лыжи купили. Вот знаете, какие отвратительные люди. Вот по бабушке Александре. Соседи. Вместо того, чтобы порадоваться у нее, что она эту рыбу поел. Они пришли издеваться над ней. Ну, сидите, соседи, и ждите, чтобы с вами не случилось то, что случилось с человеком, который издевался над отцом Николаем и царство ему небесное. Сидите, ждите, если вы такие злые. Бог, он не микишка. Вот. Не желаю никому зла. Я просто рассказываю и ужасаюсь сам. Я-то грешник конченный. Как Бог сказал, говорит, вы что думаете? Те люди грешнее, чем мы. Следите, чтобы с вами не произошло что-нибудь еще позже. Поэтому не будем осуждать. Я просто констатирую некоторые факты, которые действительно являются фактами. Теперь про бабушку, к которой мы сейчас едем. Я уже рассказывал, что она помолилась за одного человека. Возможно, на бусте я расскажу чуть больше подробностей. Здесь не могу. Там маленькая аудитория. Вот будет отдельное видео про это. Помолилась за одного человека, который находился в сложных обстоятельствах. Попал в сложные обстоятельства, в искушение. Ему нужна была помощь. Но это она не просто помолилась, потому что дебаты сейчас на канале. Можно ли упоминать в записках? Одна женщина пишет, что мне дали, попросили, чтобы я в монастыре написала записку за соседа, а я отказалась. Мне кажется, я не знаю. Вы понимаете, вот все, что я говорю, это же не истина в последней инстанции. Это мои просто соображения и домыслы на основании жизненного опыта. Не факт, что я абсолютно прав. Но записку-то писать можно. Это монахи молятся, священники молятся. Бабушка же вымаливает людей другим образом церковные. Она, я не буду схему эту рассказывать, это все нужно брать в благословение, но она там вычитывает псалтырь, называет определенные моменты имена. То есть она их вымаливает, этих людей. Не просто она там за утренним молитвами их упомянула. Это разные вещи. Поэтому мое умозаключение, возможно, неправильное, что на нее могло перекинуться это искушение. Сейчас расскажу. Только отвлечешься, а то тебе по встречке кто-то летит. Что ж ты будешь делать? У тебя ночью так ничего не видно. Снегопад такой. Жижа. Температура 0, плюс 1. Самая, как бы, такая тяжелая дорога. Друзья, значит, рассказываю, что это мое предположение. Это не является истиной в последней инстанции. Что она помолилась за одного человека. И через день или два у нее начались искушения, подобные тем, которые начались у этого человека. То есть ей стало плохо. Слава богу, дочь отреагировала и вызвала вовремя скорую. Ее отвезли в больницу, по-моему, даже в реанимацию. И она там очень недолго полежала. Потому что это было... Да, она начала тоже... У нее начали происходить со здоровьем те же изменения, которые были у этого человека, только в прогрессивной форме. Ну, как бы, вот, чуть сильнее, чем у него, агрессивнее. Вот. Человек этот оклемался сам. Возможно, благодаря ее молитве и коллективной молитве. Но слава богу, что бабушка тоже пришла быстро в норму и уже на службы ходит. То есть все со здоровьем у нее, слава тебе, господи, наладилось. То есть это обычно характеризует какое-то искушение, когда вот так неожиданно вдруг начинается что-то, но потом так же неожиданно заканчивается. Поэтому многие говорят, что можно молиться или нет. Есть люди, за которых я безоговорочно сразу могу встать на молитву и держать их в уме. Есть люди, за которых я могу сказать помоги, господи, потому что я их не знаю. У нас был эпизод со старцем Леонидом, когда я ему дал имена, говорю, вот за моих там. Он по этим именам прошелся пальцем и говорит, а за вот этих-то я не могу молиться, потому что они не причащаются. Но, видимо, у него большой список вот этих молитвенников, большой список. И он, видимо, как-то их вот дифференцирует. За этого Будда, за этого у меня искушений так много. Я его понимаю. Вот, поэтому это сложный вопрос. Я постараюсь задать его опытным священникам и дать ответ на канале. Как бы, в каких случаях можно молиться, в каких это опасность, что делать, чтобы это было безопасно и по любви Божией. Не могу дать сам ответ. Но я знаю, что есть близкие люди, за которых я в любом случае встану на молитву. И они встанут за меня. И эти близкие люди не только среди моих знакомых. Есть среди совершенно незнакомых людей, которые на канале пишут, я молюсь за вас, Александр. И спаси вас, Господи. Иногда я знаю имена этих человек, этих людей. И тоже их упоминаю в молитвах. Иногда не знаю, говорю, Господи, помоги этим людям, молящимся за нас. Ты же знаешь их имена. В этом есть большая любовь, братская, материнская, отцовская, Божья. Что касается молитвы. Ну, вот сейчас едем мы к бабушке. И что она расскажет? Я, может быть, что-то, если что-то важное она скажет, на мой взгляд, кроме житейских разговоров, я попробую пересказать уже на обратном пути, когда мы от нее поедем. Ну, а пока, вот сейчас вот сложно-сложно, в таких погодных условиях, едем, едем к ней, сделать свое доброе дело от нас и от вас, дорогие друзья. Ну, если будет возможность, попрошу, чтобы помолилась за всех, кто помогает нам, хотя это и так по умолчанию происходит. Вот я к котам равнодушен, но коты ко мне неравнодушны. Вот снял кофту, где, вы думаете, кошка сидит? Вот она сидит на моей кофте. Вот, и приходила на коленки, садилась, гладить ей нравится. У меня дома кот не подходит гладиться. Ну, у нас с ним особые отношения. Вот, куда ни берегу, коты сразу со мной. Вот на кофте сидит, греет. Не имея возможности показать бабушку и назвать ее имя, многие говорят, а что вы не называете? Ну, чтобы не вызывать проблем с родственниками, что, а что вы ей помогаете? Потому что дети живут сами очень сложно. Вот она сейчас рассказала, очень сложно, в дачном. Ну, я не буду говорить. Не буду. Ну, а кошечку вот показали, показали, что, ну, кошечка, подумаешь, кошечка, ни имени, ни звания. Много ли, мало ли таких кошечек. Так что, такие вот дела. Сегодня мы пришли, она говорит, подвиньте меня, пожалуйста, поменяйте место, местами мебель, вот шкаф с холодильником. И что к чему? Ну, поменялись, что помогли? Не знаю, к чему это. Возможно, можно об этом подумать и сделать какой-то вывод, почему она попросила это сделать и что из этого можно вынести. Но есть и более явные темы, чтобы не выискивать, как говорится, блох, как говорят, чтобы не искать блох, есть более явные темы. И явная тема... Ну, во-первых, мы вспомнили общих знакомых. Вот одного экскурсовода известного православного в Воронеже, которого я снимал 20 лет назад. Уже 20 лет прошло, я в шоке сам. Вот. Она говорит, что вот этот экскурсовод, а он блаженный. Дядька такой, ну, реально блаженный. Экскурсии по святым местам он в Задонск возит и по Воронежу. Он говорит, всех нас, кто-то ему сказал, из архиереев, он с ними там, вась-вась, всех нас будет на страшный суд вести святитель Митрофан. Ну, имеется в виду, кто живет вот в Воронежской губернии. То есть он покровитель считается этой земли. Говорит, молитесь чуть что святителя Митрофана, всех нас он будет вести, защищать, там и так далее. Интересная мысль такая. Еще интересная мысль, она говорит, я один раз пожадничала. Вот я сейчас без умысла через слово это расскажу. Я от себя укоряю только где-то, может я пожадничал. Хотя мы всегда стараемся и бабушкам покупать все лучшее, ни на чем не скануть. Лучше, чем себе стараемся всегда. Лучшее купить, чтобы вот если нам будут выбирать на том свете, чтобы тоже нам, но не из этих побуждений, а просто чтобы не было стыдно, и чтобы человек порадовался. Вот лучшее всегда выбираем. Ну, где-то, может, я жадничаю, не знаю, хотя стараюсь не жадничать. Ну, и вот, значит, бабушка говорит, я один раз пожадничала, ехали мы на автобусе в какую-то поездку паломническую и, говорит, попросила женщина на проезд, там куда-то ей надо было. Тоже не знаю, может, мошенница. Она так всех за чистую монету принимает. Ну, в общем, денег попросила, пенсию не платит. А я, говорит, тысячу это, тогда это большие, говорит, были деньги для меня. Зажало тысячу это. Что-то мне уже мерещится тут. Столбы дорогу перебегают. И, говорит, автобус сломался, и мне эту тысячу, которую я пожалел для этой женщины, пришлось потратить на такси, чтобы добраться до города до населенного пункта. Типа, а если бы я, говорит, Бог меня наказал, а если бы я не пожадничал, а дала тысячу, то Бог меня так не испытал. Вот он мне показал, что не надо жадничать. Ну, вот я тоже себе не надо. Укрепиться в том, что не надо жадничать. Если есть кому возможность помочь, надо стараться помогать, как я пытаюсь, как мне кажется, стараться всегда делать. Вот. И еще хочу такой вывод сделать. Вот она рассказывала про свое искушение. Не могу сказать все это очень личное. Она видит мир не так. Она видит мир немножечко не так. Она видит, как соседка моей бабушки. Была такая соседка в Царстве Небесное, Елена Николаевна ее звали. А я поэтому называю имя уже, потому что этот человек уже не живет по возрасту с нами. И вот она, когда пришла к Богу, у нее и канистры там летали по квартире, и искушения всякие происходили. Такие вот, ну, паранормальные явления. Так и у этой бабушки вот эти искушения происходят. Вот. Но потом прекратились вот у бабушкиной подруги. Потом прекратились. Я просто хочу сказать, что все эти искушения паранормальные, они, как мне сейчас показалось, опять, может быть, я не прав в последней инстанции, но мне показалось так, что они имеют корень в нашей светской прошлой жизни. Оттуда это все тянется. И ключ к разрешению этих проблем это смирение. Если с этим искушением, вот какие она рассказывала, что ее там искушает и как, я не могу, это очень ее личное. Если к этому отнестись с полным смирением, сказать, да и Господи, управь, как тебе угодно. Мне кажется, это сразу прекратится. И на своей жизни я это наблюдал. Когда, ну, не согласен я вообще, ну, молюсь, Господи, сделай так, как я хочу, сделай, как я... Да делай, что хочешь, я все равно ничего не могу сделать, слава тебе Боже. И бац, в эту же секунду это искушение прекращается. Вот, и хочу завершить все-таки на позитивной ноте. А позитивная нота заключается в том, что есть такое восточное понятие философское, что все наши желания сбудутся. Хотя, правда, там есть одна оговорка, что все желания сущностей, направленных против нас, тоже сбудутся. Вот. Но Богу защитить может от этого всего. И человек, он часто теряет надежду просто на то, что его прошение вообще Бог исполнит. Иногда бывает так, что ты ребенку уже купил какой-то подарок, а он тебе продолжает еще ныть. Да вот, ну, не, Дед Мороз, это не принесет, да я это не заслужу. А он уже все это сделал, только дожидается там Рождества, чтобы ему вручить. Бывает же такое, да, в жизни, когда вы уже что-то сделали, ребенку уже что-то купили, а он все еще продолжает. Да нет, он мне это никогда не даст, не достоит. Так вот, я желаю всем нам в эти рождественские дни, как сказал отец Владимир Волгин, рождественского настроения, во-первых, благодатного и благодарного. А во-вторых, есть такое быдлодское пожелание с бычей мечты, да. Вот. Но я хочу, чтобы это во благо все произошло, чтобы наши мечты сбылись, и чтобы они сбылись самым неожиданным образом. А для того, чтобы они сбылись, во-первых, мы должны проявлять смирение, и во-вторых, мы должны действовать по принципу, будь что будет, делай, что можешь. Делай, что можешь в любой ситуации. И даже видя то, что, ну, никогда, кажется, это не может произойти, потому что уже все, уже конец, уже никогда, кажется, не может это случиться, то, что мы хотим. Бац, и это случается в жизни. И много раз я был тому свидетелем в своей жизни, и, наверное, вы тоже были свидетелем в своей жизни, что то, что вы уже отчаялись получить, вдруг чудесным образом происходило. Вот я желаю, чтобы у всех добро, которое мы хотели бы получить, которое мы хотели сами себе, чтобы оно произошло у всех, во благо. и мы должны понимать, что Бог видит все наши желания, ему сто раз говорить не надо, надо просто делать то, что положено. И человек не должен даже просить чего-то, потому что Бог лучше знает, что ему нужно, и в самый нужный момент он это ему обязательно даст. Так устроен мир. Благодарю всех, кто помогает каналу, с вашей помощью мы делаем эти и другие дела, добрые. Моя недостойная молитва за всех вас, и пожелания добра и благополучия. Всем вам мирного неба. Я надеюсь, что мы увидимся очень скоро. И всех поздравляю с наступающим Рождеством.